Дрифтеры опять атакуют. На улице Светландской автомобиль Subaru Impreza въехал в припаркованные машины. Сразу два автомобиля, припаркованные в районе дома номер 15А по улице Светландской, стали жертвами неудачного дрифта. Водитель Subaru Impreza, выезжая с Оливудской, чуть поддал газу, что на скользкой дороге после снегопада оказалось крайне опасным маневром. Люди и вправду не пострадали, но лишь потому, что в машинах в момент столкновения никого не было. Автомобили стояли припаркованными в ожидании своих владельцев, которые, естественно, немедленно прибыли по зову аварийной сигнализации. Особенно сильно досталось маленькому Сузуки Свифт. Машина не только получила сокрушительный удар в заднюю часть, но и здорово повредила ходовку. Дело в том, что удар Subaru оказался настолько сильным, что Сузуки в буквальном смысле выкинула на тротуар. Вынужденное преодоление бордюра не прошло для Свифта бесследно и для его ходовой, которая потребует серьезного ремонта. Именно по этой причине машина покинет место столкновения на эвакуаторе. Как, к слову, и виновник этого массового побоища. А вот третий участник аварии, минивэн Chevrolet Captiva, можно сказать, отделался легким испугом. По сравнению с двумя другими машинами, у него лишь поврежден кузов. Насколько серьезно, судить пока рано, но очевидно, что на ходовых свойствах машины вмешательство Subaru Impreza не сказалось. Сотрудники ДПС быстро зарисовали схему ДТП и освободили проезжую часть от аварийных авто. Еще и для того, чтобы проезжающие водители не засматривались на автомобильную кучу малую и не создавали новые аварийные ситуации. В Надеждинском районе произошла авария с участием грузовика. Есть пострадавшие. Это лобовое стекло, два мешка с песком и пару мелких расколотых автомобильных частей. Все, что осталось от ДТП, которое произошло утром 2 декабря на третьем километре федеральной трассы в поселке Тавричанка Приморского края. На кадрах, запечатленных очевидцами ДТП, видно, что участниками аварии стали микрогрузовик и легковушка. В результате столкновения двух транспортных средств грузовик сошел с трассы и опрокинулся набок. Во время стремительного полета авто в откос из его кузова выпала подставка для транспортировки стекла. Судя по вот этому бланку заказа на изготовление жалюзи, который мы нашли на месте ДТП, грузовик принадлежал одной из известных компаний по изготовлению окон. По словам очевидцев, в этой аварии есть пострадавшие, которые были доставлены в Надеждинскую районную центральную больницу. Их количество уточняется. На месте работают сотрудники дорожной полиции, устанавливают все обстоятельства происшествия. Стоит отметить, что по информации краевого ГИБДД, 2 декабря в Приморском крае зарегистрировано 70 ДТП. Погибших нет, 8 человек пострадали. Зимние забавы для автолюбителей. На улице Калинина появилась настоящая ледяная горка для машин. Настоящая горка, какую обычно заливают для малышей во дворах домов, соорудила сама природа на улице Калинина в районе дома номер 243. Правда, не без участия человека. Вернее, группа людей, в чьи обязанности входит посыпать наиболее опасные участки дорожного покрытия песко-солевой смесью. В тех местах, где подобные требования игнорируются, и появляются вот такие горки, которые, в отличие от дворовых искусственных, радости никому не приносят. И даже более того, вызывают законные недоумения и опасения, и небезосновательные. Достаточно поглядеть, как носят по дороге полноприводные автомобили, что уж говорить о других, не столь устойчивых на дорогах. Получается, автобусы раскатали под гололёд. То, что здесь было утром, не идёт ни в какое сравнение с тем, что удалось зафиксировать в камере программы «Автопатруль». Ситуация была по-настоящему опасной. Ледяной спуск стал серьёзным препятствием для грузовых машин, вынужденных коротать время в ожидании пескоструек. Те же, кто ждать возможности не имеет, выбираются двумя путями. Штурмует ближайшие пригорки или возвращается, ныряя под кирпич. Другого способа вырваться из ловушки, устроенной стихией и людьми, здесь попросту нет. Улица Калинина, 243. Запомните адрес и не приезжайте сюда. Здесь каток. Впрочем, если вам действительно хочется покататься, в том числе и на собственной машине, с красивой ледяной горки, милости просим. Субтитры создавал DimaTorzok Снято! Автопатруль!